здравствуйте приветствую вас на канале Евгена Роста и сегодня я расскажу скажем как я решал некоторую практическую задачу на примере вот такого кораблика вначале была вот такая заготовка поверхность и на ней необходимо было нанести серию вырезов продольных которые создавали бы эффект вот таких досок я покажу как я эту задачу решал и так приступим я покажу два варианта первый который занял очень много времени и не дал никаких результатов и впоследствии я нашел другой вариант более приемлемый на мой взгляд задача оказалась чисто геометрическая покажу первый вариант первое что я сделал создал offset place как-то его вот так разместил создал эскиз на этой поверхности и мне необходимо было зафиксировать вот эту грань на ней поэтому я использовал инструмент проекция ну да я использую здесь обязательно проекцию поверхности нажимаем ok далее я использовал инструмент offset находится вот здесь offset обязательно снимаем галочку change and selection иначе он будет выбирать там весь замкнутый контур сняли галочку и мне нужно было только одна вот эта грань и пример я ее смещала 5 миллиметров нажимаем ok далее я применял прямоугольный массив данная линия направление к низу пусть будет 3 миллиметра нажимаем 5 и увеличивать количество до 5 нажимаем ok далее я переходил от вкладку патч выбираю инструмент extrude тоже снимаем chain иначе он весь контур будет экструдировать выбирала вот эти вот линии экструдировала их в сторону нашего кораблика так далее верхняя поверхность все таки меня не интересует я зря экструдировал далее я вызывал вкладке modify инструмент сплит фейс я вот перенес сюда наверх для удобства с помощью вот этой кнопочки кнопочки pin to bar сплит фейс я убирал эту поверхность сплетен тул вот эта поверхность нажимаю ok отключаю и вижу что появился такое разделение на этой поверхности далее я быстренько повторю данную процедуру для оставшихся поверхностей а вот такой вот эффект получился а на виде сбоку все замечательно доски действительно очень так похоже выделяется на этой поверхности но когда мы поворачиваем все на вид спереди а еще когда на вид снизу то мы видим что вот здесь вообще она все расползается и выглядит очень некрасиво соответственно подойдя к этому вопросу немножко турчики можно сделать что нужно сделать некоторое такое вытягивание цилиндра по всей поверхности с центром в этой линии и как раз внешняя стенка этого цилиндра будет являться как раз той самой а иском и нашей линии соответственно в вкладке патч не такого инструмента здесь только и sweep нам нужно задавать базовый скис в принципе можно это делать но это займет дольше времени поэтому я перейду create форм и в вкладке create я здесь выберу инструмент pipe так отображение поменяем мы пусть будет например те же самые 10 миллиметров нажмем ok и перейдем рабочее пространство модель также выберем split face выбираю эту поверхность вот этот инструмент и нажимаю окей далее я отключаю эту поверхность и мне уже необходимо повторить данную процедуру для второй получившийся линии на поверхности pipe приходится переключаться между рабочими пространствами на мой взгляд данный метод немножко удобнее чем первые но не менее трудоемки пожалуй остановимся на этом и давайте сравним просто два варианта мы видим что здесь уже вот такие расползания пошли здесь же мы видим такие ровненькие аккуратные линии на виде снизу тоже все это очень даже заметно вот соответственно далее я просто применял к этим линиям инструмент pipe в рабочем пространстве модель операция была cut ну какой-то размер был все окей единственный минус то что все эти линии заканчиваются здесь и соответственно вырез идет до сюда но это уже немножко другая история как можно с этим бороться пока что помощь данного скажем так способа я смог добиться вот такого результата на поверхности корпуса кораблика также на поверхностях кают тоже я использовал тот же самый метод такую модельку для печати получилось сделать я же желаю вам творческих успехов пока пока